Несанкционированные акции протеста. С момента выхода людей на улице скоро будет месяц. И если в регионах ощущается, что волнения по будням менее активны, то столица еще протестует. Начало учебного года. Студенты выражают несогласие. Доллар растет, рабочие предприятия подписываются в петициях. Правда, далеко не все. Недавно появилась информация, что на Мозорском НПЗ более 1100 человек выразили свое несогласие. Но стачку люди начинать не хотят. Понимают, что экономически это невыгодно предприятию, а значит и всему коллективу. На Гомсельмаши подогреть внутренние протесты пытались извне, приходя к проходной и призывая рабочих выйти. Но такие действия тоже не вызвали отклика у большинства. О том, полезна ли экономике позиция противостояния и всегда ли цель оправдывает средства в нашем следующем сюжете. Все призывы к забастовкам как на Гомсельмаши, так и на других предприятиях Беларуси были по одним и тем же схемам. Найти лидеров, собрать коллектив единомышленников, вооружиться красными и белыми шарами, предъявить свои требования, вызвать руководителя на ковер и не побояться выйти на улицу. И все это не просто так. Обещалась финансовая поддержка. Мы хотим перемен. Каких? Вернуть к институции 2004 года. В первую очередь мы пришли поддержать бастующих этого завода, если они, конечно, есть. Они есть, вы видели? Есть люди, которые проходят мимо, берут листовки. Есть те, кто пишет телеграм-каналы, что не хотят бастовать, но на них давит начальство. Я тоже пришла сюда поддержать работающих, которые хотят выходить и бастовать, но их не выпускает начальство, они давят на них всячески. Каждый человек в сущности по-разному представляет себе свободу. И, конечно же, те, кто мыслит, как и протестующие, в коллективе есть. Но это небольшая часть. На митинги, да, приходят, агитируют. Ну, и агитируют остановить завод. Но мы против остановки завода. Митинги мирные, пожалуйста, я считаю, можно и проводить все спокойно, добиваться своих требований. Но останавливать не нужно. Сейчас у нас есть работа, мы работаем. Кормим семьи, как говорится. Работа есть, все есть. Почему не работать? Зачем останавливать? У завода есть свои обязательства в поставке продукции. Также их нельзя срывать. Это потеря денег. А сейчас и так тяжелое время финансовое. Нельзя останавливать производство. Тем более в данной ситуации. Вот, как сказал мой коллега, у нас сейчас появилась работа, да, у нас заказы есть. Когда можно? Вот у меня семья, трое детей. Мне нужно обеспечить их как-то. Устав от давления около предприятия, работники сами вышли, чтобы сказать свое слово. И оно не было созвучно уличным призывом. Мы вышли сюда высказать свою гражданскую позицию. Хочется, чтобы наша Беларусь была мирная, чтобы наши дети не боялись и жили на этой земле счастливо. Те, кто призывают к подобного рода действиям, они не отдают отчет вообще ни себе, ни своим действиям, ни последствиям этих призывов. И наше предприятие, наш коллектив нужно дать должное. Я со всей ответственностью заявляю, что превалирующее большинство, абсолютно большинство работников холдинга «Гомсельмаш» не поддерживают эти требования. По итогу рабочие «Гомсельмаши» сами отстояли свое право на бесперебойную работу предприятия, сохранили его авторитет в глазах партнеров и обеспечили себе на будущее доход. А учитывая сегодняшнюю загрузку, план выпуска на ближайший месяц составляет 200 машин. Зарплата «Гомсельмашевцев» будет, а значит будут и новые заказы. Совсем другое дело, что кому-то до этого нет никакого дела. Вначале реализация целей, подогретых эмоциями, и только потом планы по построению светлого будущего. Но развитие возможно только в прогнозируемой обстановке. Любые потрясения – это всегда удар по экономике. Быть большим финансовым специалистом не нужно, достаточно посмотреть на курсы валюты в обменниках. Тем, кто еще уверен, что экономика и политика – понятия разделимые, хороший аргумент. Я здесь против насилия, которое было совершено силовиками в Беларуси. Я за честные выборы, я за то, чтобы нам не перестали врать, глядя во глаза. Выступления людей бояться не нужно, потому что это наши граждане, часть общества, и они имеют право быть услышанными. Но услышанными надо быть, я еще раз говорю, в рамках законодательства, а не бессанкционированно, стихийно все это проводить. В Гомере митинги «За» и «Против власти» проходили даже на одной площадке. И в большей массе белорусы, которые выходили на эти акции, хотят стране мира и процветания. Но согласитесь, хотеть мало, нужно знать, как это сделать. Выработать программу и сообщить о ней другим. Почему вы здесь, сейчас? Я вижу и знаю, сколько сделал наш действующий президент Лукашенко для своей страны. За 26 лет построено много стадионов, много школ, много больниц. Медицина стала передовой. Я работаю в школе. Мы с учителями, практически все учителя, может за исключением нескольких процентов, за своего президента, за действующего президента. Мне очень неприятно, что многие деятели культуры, допустим, актеры Купаловского театра, вышли против, забастовали. Я сказала бы так, идите прочь. На ваше место придут молодые, новые студенты, талантливые. Они будут играть в новом, красивом здании Купаловского театра на белорусском языке. Им никто никогда не мешал. А купаловцы пускай уходят, если они не согласны с чем-то. А вот и такой факт. Многие молодые люди, которые даже не голосовали в силу своего несовершеннолетия, тоже вышли на улицы. Социальные сети и мессенджеры сделали свое дело. Ощущение, что некоторые девушки и парни призывы восприняли как квест. В жлобине после выборов подростки испытывали сильные эмоции, кидая в служебные автомобили палки, тротуарную плитку и арматуру. Кому там камень нужен, пацаны? Руслану камень здоровый дал. Суни в камни набрали. Вон тупо все люди с камнями. Давай тупо, че вы не надо посогнили! Тупо, че... Тупо камни кинули в окно, прямо в автозад. Просто в окошко летит прямо в этот автозад. У него, боже, стекло разбито. Так это я б***ю на слово б***ю. Что еще, кроме камней вы кидали сотрудников с милицией? Палки там летели. Еще что? Получается, ну, всякие бутылки, вот это вот все. Ну, булыжники, карпичи. Я очень сильно приношу извинения за то, что я делал. Я был не прав. Насилию подвергались и правоохранители, и случайные люди. В целом же, эта вещь недопустимая. За это держал слово министр МВД. Вы ведь не будете отрицать, что все-таки иногда, иногда, ну, что сила могла быть применена не по адресу. К сожалению. К сожалению, да. То есть вы подтверждаете, что это к сожалению. При любой массовой такой вот схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка, как я уже говорил выше, получается так, что воздействует на тех, кто, ну, специально на это шел. И на тех, как я говорил, кто оказался рядом, не ушел вовремя и не сумел, как говорится, вовремя отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, за вот это вот, ну, как сейчас говорят, насилие. Я, как командир, как единоначальник, хочу взять эту ответственность на себя, должен взять на себя. И извиниться чисто по-человечески перед этими людьми. Об уроне, который причинен экономике, с тачками и волнениями, еще много скажут после. Сегодня главная задача – выйти с молодежью на диалог. Объяснить, привести в пример факты, найти общие точки соприкосновения. Изменять своим взглядом не нужно, но важно их подвергать критике и анализировать события, чтобы потом не гордо восстать на руины своей страны, а мирным путем сохранить достижения для будущих поколений.